Шалом всем, приветствую всех вас из московского портала. И сегодня имею на сердце такую тему поднять. Тема, которая, ну, довольно давно, сколько я верующий, столько я, в принципе, и слышу об этой теме. И вот последнее время она опять так поднимается все чаще. Есть две таких крайности. Первая крайность – это люди, которые все время готовятся, готовятся, готовятся. Мы еще не готовы, нам еще надо внутреннее освобождение, очищение, изменение. Вот я буду еще не готов, не готов, не готов. Я готовлюсь, готовлюсь, готовлюсь. И идут годы, и люди все готовятся, и все не готовы. И все есть какие-то моменты, которые надо менять, что-то неправильное в человеке и так далее. Другие же, ну, так говоря, простым языком, забивают на любую подготовку, состояние своей жизни, кидаются в бой, в служение с головой, в духовную войну, в какие-то мероприятия, церкви, молитвы, и абсолютно не думая, что у них дыры в лодке, и лодка очень быстро идет ко дну. И я заметил, что обе эти крайности, они приводят к чему? Первая крайность, люди, которые все время готовятся, самосовершенствуются, говорят, нет, мы еще не готовы сражаться с врагом, потому что враг еще в нас что-то имеет, мы еще не готовы служить, потому что еще вот это, вот это у меня не так, надо это изменить. Это все ведет к эгоизму, к эгоцентризму, к созерцанию самого себя и, в конце концов, к гордыне. Другая сторона, это люди, которые вообще не занимаются внутренней работой, не меняют ничего в себе, не пытаются как-то работать со своим характером, со своими негораздами, какими-то проблемными местами, просто бросаются с головой в любую движуху, в любой кипиш. Это все заканчивается тем, что они идут ко дну, они терпят крушение и разбитые оказываются, потому что враг использует эти бреши в их обороне, чтобы их уязвлять и бить. Поэтому есть хорошее слово, оно записано в Евангелии, оно не совсем относится, может, к этому моменту, но когда Иешуа говорил фарисеям о десятинах, вы даете десятину с этого, с того, с того, а важнейшее в законе оставили. И он им сказал, это надлежало делать и того не оставлять. Поэтому я верю, что это две стороны, которые мы с вами должны контролировать, то есть мы должны, конечно, заниматься войной внутри себя, победой над собой, над своими проблемами, над местом, которое есть у дьявола внутри нас, над какими-то чертами характера, которым надо меняться. Но при этом внешняя стратегия, внешняя работа также должна иметь место. Как это было у Иисуса на вина, когда половина людей у него с мечами и копьями стояли на страже, половина работала, строила стены. То есть это две таких вот грани нашей духовной жизни. Первая – это внутрь себя, вторая – наружу. И вот тогда был успех. Если бы они все бросили и пустились только в духовную войну у Иисуса Навина, стена не была бы построена. Если бы они строили только стену, защищая себя, враг бы очень легко им портил все, рушил и атаковал, и убивали их. Поэтому нам нужно как заниматься внутренней работой. Вот кто-то там написал, надо победить дракона внутри себя прежде всего. Так и есть. Заниматься внутренней духовной войной, строительством, освещением, изменением, работой внутри себя. Но при этом заниматься и внешне. То есть, чтобы не впасть в эгоизм, мы никогда не будем готовы. Вот в чем правда. Это, по-моему, Дарик Принц написал или Йонгичо, что вы можете готовиться, готовиться, готовиться. И все равно будет что-то в вас, что еще неправильно, что еще надо изменить. Поэтому думать, что я когда-то буду совершенно готов и мне больше нечего будет себя менять, это неправильно, это заблуждение. Поэтому мы всегда будем в себе иметь какие-то проблемные места. Для этого у нас есть благодать, кровь Христа, милость, Божий покров. А внешнее, оно помогает нам не закиснуть на своих дрожжах в собственном соку. Поэтому держите эти два вектора духовной жизни. Если вам кто-то пытается там сказать, да ты еще посмотри, у тебя это, это, куда ты лезешь. Вот если Господь ведет вас в какие-то сражения, у меня это было много раз, когда я думал, да я не готов, я не достоин, у меня еще столько всяких проблем по жизни, какая духовная война. А Господь ввел в духовную войну, и я понимаю, что это Его рука. При этом Его благодать, Его сила, Его кровь, она покрывала все мои проблемные места. Это чудо и есть, что без Него мы ничего не можем делать. Мы никогда не будем достаточно святы, чисты и готовы без Христа. Нам все время нужен будет Господь Ишуа Машир, Его благодать, Его кровь, Его искупление, Его милость, Его долготерпение. Так кто из нас не нуждается в милости? Да постоянно мы будем нуждаться в милости Божьей. Потому что как только я почувствую, что я уже хорош, я уже достаточно освящен, гордость предшествует падению. Поэтому, друзья мои, вот держите это в уме, не бойтесь, не переживайте. Если в вашей жизни есть какие-то проблемные места, для этого у нас есть Искупитель, который жив и всегда жив, чтобы ходатайствовать за нас перед Отцом. Идите смело в те битвы, в которые ведет вас Господь. Но при этом постарайтесь также держать в уме и тот момент, что нельзя смириться с какими-то в жизни проблемами и просто сказать, да пусть так и будет, я все равно буду ездить там на всякие энкаунтеры, на горы, на молитвы, на все эти духовные битвы. И плевать, что там у меня в жизни куча крыс, мышей и тараканов, которые живут в моей душе, и я с ними ничего не делаю. Вот так, два вектора духовной войны, внутрь себя и наружу, они идут всегда параллельно. Не надо их разделять и не надо выбирать что-то одно. Двигайтесь в обоих направлениях. То есть, как две ноги. И мы ходим, когда используем обе ноги. Прыгать на одной ноге долго вы не сможете. Всем вам шалом. И в конце такую небольшую ремарочку, может не совсем в эту тему. Когда Бог ведет свою армию, хаиль, то есть мы находимся в хаиль, в таком медиапространстве. Когда Бог ведет свою хаиль в атаку, когда Бог направляет на какие-то укрепления врага, это очень неправильно и немудро в этот момент корректировать и пытаться критиковать, что вот они так вы молитесь, они туда вы пошли, они то вы сделали. Но это неправильно, вставлять палки в колеса своим во время, когда уже атака пошла. Поддержите молитвы. Поймите, что мы никогда идеально ничего не сделаем. Всегда. И вот сколько я живу, сколько я верующий, я всегда вижу, что какие бы ни были суперсвятые, помазанные и правильные служители, всегда будут косяки, что-то от себя добавится, что-то не то сделается. И Господь не ждет от нас идеального, стопроцентного, безукоризненного исполнения Его поручений. Как вот написано, как Отец милует своих детей, так милует нас Господь, ибо знает состав наш, помнит, что мы перс. Поэтому не переживайте за этот счет. Если какие-то ошибки, какие-то огрехи, какие-то неточности в том, что мы делаем, ну, есть милость и благодать Божья. И, как правило, я заметил, от нас требуется, ну, в лучшем случае, 10% усилий, и 90% от него приходит. То есть, Бог не ждет, что мы сделаем 90% работы, и 10% он добавит, там, в конце зайдет. Он столько нам дает. Вот сгорчичное зерно нужно веровать, совсем чуть-чуть, и фу, Божье действие происходит. Вот так вот. Ну что, спасибо всем за молитвы, за поддержку. Осваиваемся здесь, в Москве. Вроде бы, слава Богу, все и по школам, по училищам обустраивается. Господь восполняет наши нужды. Конечно, растраты серьезные идут, но Господь свое обеспечивает, слава Богу, в том числе через Хаиль. Это очень сильно, очень вдохновляет. Работа уже начата. Не все мы показываем на видео, все, что делается, и не будет все показано. Большая часть этой духовной работы, она не будет попадать ни на видео, ни на какие-то вот эти публичные широкие массы. Потому что нужно что-то делать втайне. Но работа пошла. Собирается небольшая команда уже здесь, в Москве, для этих духовных, как их назвать, вылазок. Духовных вылазок в стан врага. Вот так вот. Все, поэтому поддерживайте, молитесь, Дух Святой вам откроет, если надо. О чем именно конкретно молиться, и какие сферы нужно вот больше уделять им внимание. И шуа царь.